здарова народ с вами снова я макс давненько меня не было на канале но я вернулся и буду продолжать снимать ролики в своей мастерской сегодняшнем ролике речь пойдет о конторке об этом много чего конечно описано в нэте для особо ленивых и тех кто не хочет читать я расскажу я заметил что мой сын когда садится писать за стол или рисовать у него сильно искривляется позвоночник я на тот момент уже знал о конторках и вот настал наверное момент ее сделать конечно что получилось вы увидите в ролике но скажу следующее что я сделал из нескольких версий конторок по ряду причин когда есть делал это изделие я столкнулся с рядом нюансом приходилось выкручиваться из ситуации я так понимаю заводы производители делающие такие вещи как конторки лобают их уже по готовной лекалам на станках а у меня уже все делалось в мастерской и с простым инструментом да я и не претендую на роль самая лучшая конторка что получилось то и получилось ролик конечно получился длинноватый но ведь процесс изготовления понятен плюс у меня заняло время еще на переделку некоторых деталей в общем мне было интересно как она делается я получил свой опыт плюс сэкономил немного деньжата примерно это от 7000 так как сейчас цены тоже поднялись все в нете ценники указаны если покупать заводскую кому интересно может погуглить и увидеть там все это еще такой момент моя конторка получилось немного высоковато она больше для подростков и взрослого человека ну так сказать на вырост как по мне в принципе за неудобно но поначалу было очень непривычно ко всему нужно привыкнуть и еще рекомендую использовать конторку с такими ковриками массажными для новых они специально продаются там форме в роли они разных формах там шишки палочки и ольчатые коврики очень удобная вещь советую все если вот будет ребенок стоять чтобы он стоял на этом коврике работал на конторке принципе что еще сказать по конторке так собственно теперь о самой конторке расскажу что это для чего это и зачем конторка предназначена для работы стоя и научно доказано что работа стоит на способствует улучшению функционирования организма соответственно и более эффективной умственной деятельности человека большинство из нас или видят ведут сидячий образ жизни а наше тело создана для движения этому доказательство строение тела около 360 суставов и 700 скелетных мышц обеспечивают полную свободу перемещения так например ребенок по своей природе весь движение сидеть для него противоестественная работа стоя за конторкой не приводит к застаиванию крови в мышцах и ухудшению нервной проводимости в отличие от сидячей работы которая приводит к отеканию и анимению конечности движение помогает циркуляции крови и снабжению клеток всем необходимым у любителей посидеть страдает спина из-за неравномерного распределения нагрузки на позвоночник люди сидящие за столом и округлившие спину сжимают легкие что ведет к кислородному голоданию снижение мозговой активности сидячий образ жизни способствует многим заболеваниям профилактика этому может быть использование конторки для работы стоя а применение зрительной гимнастики поможет избежать переутомления глаз ведущие врачи и педагоги рекомендует использовать конторку во время учебы и работы один из них это базарный владимир филиппович не ослышались именно базарный владимир филиппович это ученый из россии он педагог новатор врач доктор медицинских наук академик творческой педагогики он более 30 лет занимается тем чтобы здоровье детей не ухудшалась во время их учебы и уже на протяжении многих лет занимается внедрением конторок для стоячей работы и физкультуры для глаз и так собственно остальное можно почитать в интернете посмотреть если все таки вам важно здоровье ваших детей значит ознакомьтесь читайте смотрите что-то выясняйтесь ищите информацию потому что не все так просто как кажется на первый взгляд ну а собственно мы подведем итог значит что мы выяснили что использование парт для работы стоя в школах дома дает значительное преимущество технологические прогрессы изменения социальных норм максимально упростили нашу жизнь тем самым увеличили риск здоровья детей хотя сидение несет потенциальную опасность для всех возрастных групп наибольшим конечно ударом находятся дети использование парт конторок на раннем этапе развития способна минимизировать риски для здоровья значит правильная обстановка места для занятия ребенка не только поможет справиться с последствиями длительного сидения но также будет благотворно влиять на учебный процесс ну собственно вот такой вот итог мы подвели остальное смотрите в ролике делайте выводы дамы и господа всем удачи и до скорых встреч все пока а 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 другая меньше ее вертит вот и заметил такую вещь как вот это вот из-за того что больше отверстия просверлено вот эта вот сторона она ходит люфтит и наверное придется почему я не зря сказал что как делают на заводах не знаю как там все собираются но так как я собираю самопал придется наверное усиливать дополнительно снизу вот такими вот еще кусочками фанеры то есть в распор вот так вот ставить наверно тут вот сделаю и в одно из отверстий нерабочие какой-то будет фиксироваться все это то есть для того чтобы выровнять обе стороны снизу и сверху здесь чтобы был угол один с этой стороны с этой стороны и когда все станет это ровно то есть поднимется да то есть вот так встанет жестко будет зафиксировано тогда можно будет фиксировать уже крышку саму потому что я первый раз сделал так у меня тоже вертолетом повелось но я погрешил на то что у меня столешница была тонкая там где-то 12 12 миллиметров фанера но ее немножко да она прогнулась чуть провесила вот сейчас переделываю это все это на будущее нюансы такие что я буду если делать жесткую конструкцию буквы т то есть ножки т буквой делать вот вверх это одно но у меня это все ходит разбивается сдвигается также поднимается все фиксируется заводском варианте я не знаю как это все происходит у них тонна и станки пилят ровно но у меня вот в обычном варианте именно будет так вот и сделаю отверстие сюда вот еще на 1 болт ну и все это будет уже жесткого так вот стоять и любое давление сверху она будет давить на распорку ну и соответственно когда надо поднимать или убирать можно будет потом перефиксировать вот с этого то есть вниз будет переведем верхнее отверстие если надо как-то по-другому поставить там под 90 градусов и она будет уже фиксироваться вот здесь то есть дополнительно вот так вот переводится поделиться вот такой угол будет ближе сюда вот так вот ниже сюда а если вот стандартный для работы то на верхнюю я думаю вот так вот сделаю и посмотрю как это будет ну покажу в дальнейшем что получится собственно вот одна вещь вторая вещь для жесткости конструкции будет вот такой вариант ну все смотрим дальше в общем он вот 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...